Привет, мои любознательные друзья! Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Можно любить BMW, можно ее ненавидеть, но с одним фактом спорить очень сложно, что эта марка умеет делать очень быстрые бензиновые седаны. Сейчас компания ищет себя, а ее дизайнеры пытаются найти новые линии и образы, способные объединиться в новый фирменный стиль компании, который содрогнул бы этот огромный мир. Благо эти эксперименты не распространяются на M5, слишком уж важный и популярный продукт получился у BMW. Так почему же M5 такая популярная? Возможно, секрет кроется в том, что этот продукт первым вышел за границы дозволенного и перестал играть по правилам класса. А может дело в большой фан-базе, но трудно не согласиться, что M5 это уже далеко не просто седан, а какой-то многофункциональный комбайн, способный подарить вам массу эмоций. И его вершиной является M5CS. Но как и любой продукт, все в этой жизни можно улучшить. Того же мнения придерживаются и специалисты от Илье G-Power, решившие вдохнуть новую жизнь в M5CS. Их новый проект – настоящая кульминация. И кроме модификации с отдачей в 900 сил и 1050 ньютон-метров момента, отныне в компании предлагают еще более монструозный вариант с отдачей в 1100 лошадиных сил. Правда, за такую работу парни просят почти 30 тысяч евро. И это только доработка самого двигателя. Почему так дорого? Все очень просто. Завода 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом не способен справиться с такой нагрузкой. И чтобы ему помочь преодолеть этот врожденный порог, парни разбирают двигатель, проводят 3D-замеры и изготавливают 8 кованых поршней и шатунов. Это главное слабое место этого двигателя. Охлаждение – не менее важный аспект в таком проекте. Здесь с этим тоже все в порядке, как и с топливной системой. Ведь жрать ваши деньги этот ненасытный зверь будет с удвоенным аппетитом. И чтобы топливо поступало в нужном объеме, был установлен более мощный насос. Не обошли стороной специалисты и турбонагнетатели. Они здесь абсолютно новые, изготовленные под заказ, так как стандартные такие нагрузки просто не держат. Пришлось даже коробку прошить, чтобы она могла адекватно работать с такой мощью. А момент немного ограничить, чтобы ее не разорвало. А теперь представьте, за сколько разменивает первую сотню BMW M5 CS с потенциалом в 1100 лошадиных сил. Парни хранят молчание по этому поводу. Хитро намекая на то, что за рулем этой M5 Bugatti Chiron не покажется вам таким быстрым. И при хорошем зацепе, эта M5 может показать еще более впечатляющий результат. А я хочу напомнить, что Chiron разменивает первую сотню за 2,4 секунды. Все, что известно точно о данном проекте, это максимальная скорость. На комплектных шинах автомобиль способен развить скорость в 350 км в час. Но если вы закажете более выносливый вариант резины, то у вас есть все шансы повторить рекорд BMW M5 E60 Hurricane. Если, конечно, хватит смелости. Она здесь будет как нельзя кстати. Обладание таким проектом обойдется вам в кругленькую сумму. Только на переделках вы потеряете более 100 тысяч евро. А нужно еще где-то достать M5 CS, что явно будет проблематично, учитывая ее ограниченный тираж. Но что поделать, G-Power берет за свою работу много. Но запас прочности у проекта огромен, учитывая, что парни дают гарантию на свой проект. И ее можно увеличить за дополнительную плату. Это большая редкость в этом сегменте рынка. Что ж, друзья, а у меня на сегодня еще не все. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok